Сыграться поскорее с ребятами, с кем еще не играл, с кем не так знаком, как, скажем так, со своими одноклубниками. Хорошо так начать сезон, стартануть, даже, может быть, изначальные ожидания не столько на победу были заточены, да, сколько на качественную игру. Вот, в принципе, если говорить об ожиданиях, то вот. В первый же день Михаил Викторович нас собрал, сказал, что те интервью, которые он дает для прессы, это для прессы, потому что там в одном интервью он сказал, что для нас главная игра, главное проверить новичков, как бы победа это второстепенно. Нам он сразу же обрисовал, что это совсем не так, что любой спортсмен, когда начинает думать о чем-то, кроме победы, это, скажем, путь в никуда. Поэтому для нас он сразу поставил планку такую, что мы должны победить, мы не хуже никого на этом турнире. В принципе, действительно здорово выглядели. По поводу сыгранности, ну, получилось все-таки так, что была четверка локомотивская исключительно, и, наверное, в первые матчи они, не наверное, а на мой взгляд точно они выглядели лучше, и результат делали они. Первые три матча для нашей именно четверки, такой более, которая меньше знакома друг с другом, первые три матча дались посложнее. Вот, поэтому, скажем так, сначала их сыгранность повлияла, а потом мы уже вкатились тоже в турнир, и полуфинал, финал, считаю, мы тоже здорово провели, дали результат. С одной стороны, действительно времени было катастрофически мало, в пятницу у нас был поезд, во вторник уже раскатка, но с другой стороны, очень, вот я так сейчас вспоминаю, очень большой объем работы был проделан, как и на площадке, так и в зале для теории. В принципе, такое командообразование хорошее, ну, в сборной России вообще, мне кажется, всегда с микроклиматом все хорошо, по пляжному футболу, по крайней мере, все, что я об этом знаю, сколько раз я был вообще, никаких нареканий, никаких конфликтов, все дружно работают, идут к цели. Вот, поэтому как-то так получилось, что мы за эти три неполных четыре дня, да, прям провели практически полноценные сборы, сыгрались, наиграли стандарты, побегали, все здорово. Честно говоря, за другие сложно отвечать. Про себя скажу я, когда посмотрел на состав команд, изначально понял, что, ну, нет каких-то команд супернепроходимых, там, которых надо бояться и так далее. Кристалл, ну, отлично, всегда хотел с Кристаллом сыграть русские на русские, вот, без легионеров. Ну, интересно это, скажем так, интригующе было для меня. Вот, Италия, ну, нам надо как-то с Италией справляться, потому что они нас ждут уже и в Баку, как минимум, и думаю, и не раз еще увидимся в этом году с ними. Вот, поэтому изначально дал себе такую установку, что буду, скажем так, рад любому сопернику. За жеребьевкой не следил, даже, наверное, дня два прошло, прежде чем я узнал, что мы попали в такую группу интересную. Вот, но единственное, жалко, с итальянцами не сыграли, все-таки хотелось их попробовать тоже. А так, думаю, все здорово. Получается так, да, просто еще были крылья совета в Сити, отличные коллективы, такие боеспособные, которые, в принципе, если бы вдруг что-то у нас не пошло в матче с Кристаллом, то следующий матч у нас были бы уже за, скажем так, за выход из группы, там бы уже не приходилось думать, на кого попадать. Вот, то, что виноваты, что с Италией не сыграли, ну, к счастью, за третье место не хотелось бы играть. Наверное, все-таки я выделил матч с Кристаллом. Первый, второй? Лично для меня, я думаю, что сколько футболистов, столько и мнений, да, но для меня был именно самый первый, потому что непривычно душно было в Манеже, то есть выглянуло солнышко, такая небольшая теплица получилась. Душно, пыльно. Повторюсь, немного мы своей четверкой взаимодействовали, там, не очень эффективно, скажем так, приходилось для одних и тех же задач затрачивали гораздо больше усилий, вот, немного сумбурно было у нас взаимодействие, вот, поэтому даже поведя вот 3-0 в счете, мы как-то во втором, в третьем мы все равно побегали очень прилично и дожидали создать сопернику пару моментов, таких стопроцентных, к счастью, не забили, ну, поэтому, повторюсь, вот мне этот матч был самый такой непростой. Самый лучший матч? Нет, в любом случае я скажу, что это финал, потому что все-таки это борьба за титул, да, борьба за чемпионство, поэтому матч был неплохой, мы, вот, наверное, когда с Кристаллом играешь и начинаешь проигрывать, это для любой команды неприятно, потому что Кристалл очень хорошо умеет играть по счету, очень хорошо умеет своей игрой, скажем так, убивать соперника, держать мяч, но вот в этот раз, даже когда мы 0-2 начали проигрывать, вот не было какого-то такого мандража, не было страха, что не вытянем, то есть я реалистично смотрел на вещи, видел, что мы ничем не хуже, мы физически даже, мне показалось, лучше готовы были, чем Кристалл, в принципе, это дало свои плоды, мы с 2-4 перевернули на, ой, с 0-2 перевернули на 2-4, и дальше уже не проигрывали. Ну, Михаил Викторович не склонен, скажем так, впадать в панику на второй минуте, вот, поэтому я с ним, скажем так, уже второй год, или третий, буду работать, он вполне может при разнице в два мяча, даже перед третьим таймом говорить, что все нормально, времени полным-полно, еще отыграемся, а вот на второй минуте, ну, всякое бывает, мы молодцы, что вернулись в эту игру, что свои моменты реализовали. Преимущественно, конечно, за Кристалл, потому что все-таки там в основном были друзья, родители, может, родственники тех, кто играет в Кристалле, плюс фанаты кристалловские, вот, болели даже, ну, был такой не самый приятный момент, когда сборная России получает золотые медали, а с трибун как-то, ну, не свистят, не оскорбляют, ничего, но так, гудят, скажем так, то есть, ну, непонятно, мы не Италия, не сборная другой страны, мы вроде как бы свои все, вот, но я думаю, что это было продиктовано лишь расстройством, что Кристалл не выиграл, ничего, думаю, личного в этом не было, поэтому мы на это внимание не обратили. Опять же, отчасти сказалась несыгранность какая-то, да, чуть-чуть не понимали, что друг от друга ждать, там, может быть, ну, с Андреем Новиком я играю постоянно в четверке, а вот именно с ребятами, кто играл чуть ниже, получается, Нуридин Мадеев и Алексей Павленко, хоть мы и Спартаковцы оба, но мы с ним в разных четверках, с ними приходилось сыгрываться, давать вообще понимание, что я от них жду, понимать, что они от меня ждут, вот, где-то в этом не повезло, где-то, не знаю, были моменты, не забил, вот, ну, в плей-офф, может быть, чуть больше еще концентрации подошло к своим моментам, получилось забить, ну, я думаю, что тут важен результат, то есть, лучше забить поменьше и стать чемпионом, чем наколотить там сетку, как Гавриэль Гори, например, и стать третьим, хотя Гори провел очень сильный турнир, это я так его, для сравнения. Не выделю. Мы общались с командой, с ребятами, пришли к тому, что выделить кого-то персонально, это, ну, даже не то, что неправильно, это сложно, потому что мы все играли, даже вот посмотреть по количеству там забитых мячей, практически у всех 3-4, вот, ну, 2-3-4 в этом диапазоне, то есть, я считаю, что вся команда сыграла на пятерку, каждый, вот, даже из вратарей, мне оба понравились, я даже не могу сказать, кто мне больше понравился по турниру, в каких-то, в каких-то моментах Паша, в каких-то моментах Денис, а также и про футболистов, где-то, вот, например, на групповом этапе, как ты правильно сказал, я не забивал, на себя взял эту роль кто-то другой, да, потом в плей-оффе больше там, наша четверка, может, забила, ну, сыграли прямо одним коллективом, одной командой. Ну, если говорить про лидерские качества, скажем так, про харизматичность, меня очень приятно удивил Виктор Крышанов, который получил капитанскую повязку от тренера. Голосования не было, но я, в принципе, уже думал, если будет, то я бы за него проголосовал, он такой связующее звено между Питером и Москвой, скажем, вот, со всеми ладит, со всеми находит общий язык, вот, и, в принципе, он так хорошо нас всегда настраивал перед матчем, всегда и правильные вещи говорил, ну, и даже иногда вещи не надо никакие говорить, когда ты видишь, что, ну, в коллективе замечательный командный дух, хочется выходить, биться друг за друга, я бы выделил тогда видео. Я бы не сказал, что был какой-то особый ажиотаж, конечно, все довольны, эмоции только положительные, но там, шампанским друг друга не обливали и так далее, спокойно, я, может быть, выразился так, что по-профессиональному поздравили друг друга, вот, все прекрасно понимают, что это не чемпионат мира, что это такой турнир для хорошего старта сезона, старт положили, но самые главные соревнования еще впереди. Да ничего такого личного, прям, что выносить нельзя, наверное, сказано не было, он всех похвалил именно за, как я вот говорил, за вот эту вот командность, то, что мы одним коллективом подошли, я думаю, что сейчас при формировании списка на учебно-тренировочные сборы в Новогорске, я думаю, у него очень прилично болела голова, потому что, ну, 12 футболистов с вортарями, да, все сыграли, я считаю, неплохо, да, как минимум неплохо, даже, я бы сказал, здорово, плюс еще те футболисты, которые были в обойме основной сборной, поэтому, конечно, голова, я думаю, у него поболела этим, вот, ну, конечно, поздравил нас, поблагодарил за самоотдачу, за настрой. Что касается прогнозов, планирования и так далее, это, конечно, лучше у тренеров спрашивать, потому что подготовка, да, для нас известно только ближайшее будущее, нам не открывают там всех планов на сезон, сейчас, да, с воскресенья мы заезжаем на сборы, будем готовиться к одному из важнейших отборов, да, в этом году, отбор на всемирные пляжные игры. Ну, я думаю, там, там будут действительно, если за три дня нас погоняли очень прилично, тут, получается, практически 10 дней, я думаю, там будет прям маленькая футбольная жизнь, вот, тем более таким большим составом, я думаю, это будет очень интересно и, в любом случае, незабываемый опыт. Вот, вот, постараемся, мы как спартаковцы, я лично постараюсь попасть вот в список тех 12, кто поедет на отбор, конечно, очень бы хотелось поучаствовать в этом турнире. С удовольствием приезжаю, да, в расположение сборной, не знаю, чувствую себя игроком сборной России, это незабываемая, конечно, эмоция, я так стараюсь наслаждаться каждым разом, каждой игрой, каждой тренировкой, потому что понимаю, что, ну, в любом случае, это не на всю жизнь, не навсегда, и, как бы, сейчас надо по максимуму в себя впитать вот этой энергетики. Ну, и постараться, конечно, побольше принести пользу стране и команде. Считаю, что соперники, с одной стороны, проходимые, конечно, сборная Норвегии, вообще, я, честно говоря, не слышал, чтобы флешный футбол сильно играла. Украина, конечно, это серьезная сборная, тут, я думаю, все будет зависеть, все будет зависеть от того, кто лучше подойдет к этому турниру, может быть, кто тактически лучше будет готов, потому что все-таки это будет вторая игра, то есть нельзя сказать, что это долгая дистанция, да, это будет, ну, если мы берем за то, что Норвегию мы обыграли, хотя я не любитель вот так вот говорить, что мы уже выиграли, как я читал там интервью некоторые, что все, Норвегию мы уже прошли, я считаю, что раз они попали на этот турнир, раз они приезжают, значит, они все равно чего-то хотят, на что-то надеются, я думаю, тут нельзя их списывать. Но все-таки украинцы, конечно, не видятся более сильной командой, я думаю, к матчу с ними нам надо подойти так во все оружия, по максимуму сконцентрированными, ни в коем случае не расслабляться, не думать там, что они хуже нас, я думаю, что надо быть заряженными до последней секунды. Субтитры создавал DimaTorzok